Здравствуйте! Вы смотрите дебаты, организованные АКЧЕН-ТВ в связи с вседородными выборами президента Молдовы. Сегодня свою позицию изложат доверенные лица кандидатов на высший государственный пост. Игоря Дадона, лидера партии социалистов представят Влад Батрынча, Анну Гуцу, лидера правых Дарин Дущак, Юрия Лянко, лидера Европейской народной партии и Виктор Лутенко. Здравствуйте! Я приветствую вас в нашей студии. О правилах. Каждому кандидату, участвующему в дебатах, предлагается 15 минут чистого времени, которые он вправе использовать для прояснения своей программы. На дебатах воспрещается оскорблять, унижать, перебивать своего оппонента. Итак, начинаем. Готовы? Первый раунд у нас 2 минуты. Я предлагаю вам ответить на мой вопрос. И он достаточно общий. Вы на него, по-моему, уже много раз отвечали. И тем не менее, назовите, пожалуйста, 3 главных пункта программы вашего кандидата, которые, на ваш взгляд, отличают его от других кандидатов. Господин Батрынч. Бессловно, государственность, единиститарный блок. Это человек Игорь Дадон. Человек, который выступает за государственность, за суверенитет, за нейтралитет Республики Молдова. Безусловно, он выступает за наши традиционные молдавские ценности, за православие, за традиционную семью. Безусловно, это человек, который защитит все то, что связано с нашей исторической памятью и культурой. А второй блок, это, безусловно, касающийся экономики социального сектора. Игорь Дадон и его команда, это, безусловно, лучшие экономисты и финансисты в Республике. Это человек, который сможет вернуть обратно украденные миллиарды. Это человек, который сможет возродить экономику, возродить экономические отношения и создать перспективу в развитии Республики Молдова. Нужно создавать предприятия, нужно создавать рабочие места. Почему я сказал, что это экономический и социальный блок? Потому что вся социальная программа Дадона, то есть мы должны защитить школу, не допустить дальнейшего закрытия школ. Мы должны помочь медицинскому сектору, мы должны разобраться с единой пенсионной системой, которой сегодня есть большие проблемы. Мы должны сегодня помочь гражданам справляться с проблемами. Это все, безусловно, связано с нашей экономикой. Сегодня экономика последние годы стремительно деградирует. Дадон, как блестящий экономист, найдет возможность для того, чтобы в молдавской экономике появилась перспектива. Вернет традиционный российский рынок, привлечет инвестиции и у нас появятся рабочие места. Третий блок – это блок правовой. Здесь нам предстоит много работы. Президент сегодня обладает большими полномочиями в области права. Это не просто верховная главнокоманда, это человек, который возглавляет Высший Совет Безопасности, в который входят все руководители правовых институтов, силовых институтов. И мы, безусловно, убеждены, что Игорь Дадон сделал все для того, чтобы юстиция перестала быть подконтрольной политически. В соответствии с новым законным прокуратурой он назначит генерального прокурора, который не будет подконтролен правящему парламентскому большинству Плохотнюка, который не будет подконтролен олигархами. Этот генеральный прокурор, безусловно, назовет имена преступников и, безусловно, будет привлекать к ответственности всех тех, кто последние 7 лет нарушал закон. Спасибо. Практически ровно 2 минуты. Господин Лутенко, пожалуйста, приоритеты программы Вашего кандидата и что отличает его программу от остальных? Приоритеты Юрия Ильянко остаются теми же, которые были и когда он занимал должность премьер-министра. Во-первых, это европейская интеграция, интеграция в Европейский союз. Там, где стандарты по свободе, по экономическому развитию, по всем тем вещам, о которых говорил господин Батрынчий, господин Додон говорит, намного выше, чем на Востоке, и намного выше, чем они сейчас в Республике Молдова. Вторая позиция, это все-таки настоящая независимость Республики Молдова. Если мы сейчас и зависимы от кого-нибудь, то это, конечно же, от России. Нам нужна настоящая независимость в том, что касается энергоресурсов. Нам нужна настоящая независимость в том, что касается безопасности. И нам нужна настоящая независимость в том, что касается всех наших экономических и социальных программ. И это направление будет продолжено, точно так же, как мы начали строить во времена гостинолянки газодукт Кишинов-Яс. Это нужно продолжать и на уровне снабжения электроэнергии, и по всем другим направлениям. И третье направление, которое по мне абсолютно важное и принципиальное, это объединение всей страны, объединение страны вокруг тех ценностей, как свобода, как демократия, как свобода выбора, как свобода национальных меньшинств. Все те свободы, которые признаны в Европейском Союзе, которые воплощаются на самом высоком уровне там, которые независимы от того, кто президент, и которые обеспечат нормальное развитие для Республики Молдавы. Спасибо. Вам слово, господин Дочак, о приоритетах вашего кандидата. Наш кандидат, кандидат партии «Правый», госпожа Анагуцу, является президентом объединения Республики Молдова с Румынией. Поэтому у нас есть несколько приоритетов, несколько перспектив. Я назову только три из них, так как вы меня попросили. Во-первых, по социальному и экономическому блоку речь идет о дезавширизации национальной экономики Республики Молдова. Госпожа Анагуцу предлагает, чтобы люди и предприятия, которые имеют банковские счета в офшорных зонах, не имели никогда права войти в нашу национальную экономику, в Республику Молдова. Потому что мы все видели, к чему это привело до сих пор. Кража миллиарда является прямым последствием внедрения, то есть вступления этих организаций, этих предприятий, которые имеют дела с офшорными зонами в национальную экономику Республики Молдова. Второй блок идет по объединению дипломатических и военных систем Республики Молдова и Румынии. Наша страна, к сожалению, Республика Молдова доказала на протяжении последних 25 лет, что не состоялось как государство. Мы являемся всегда между Востоком и Западом и мы должны сделать выбор. Очень четкий и очень ясный выбор для всех. Наш выбор является выбор прозападный, наше движение на Запад, наше движение к объединению Республики Молдовы и Румынии. И, наконец-то, третий элемент – это закон о иллюстрации. Потому что, если сегодня у нас политическая система такая, как она есть, то это происходит потому, что никогда в этой стране не было иллюстрации. Значит, закон о иллюстрации – это один из наших приоритетов. Я благодарю вас. И мы переходим с вами ко второму раунду. На него вам можно будет отвечать в течение трех минут. И раунд этот относительно полномочий главы государства. Вы знаете, что в Конституции очень четко прописаны полномочия президента. Я позволю себе зачитать 77 статью, пункт 2. Она гласит. Президент Республики Молдова представляет государство и является гарантом суверенитета, национальной независимости, единства и территориальной целостности страны. Вопрос к вам, уважаемые представители кандидатов. Нуждаются ли сегодня суверенитет и независимость в гарантировании? И как конкретно ваш кандидат будет охранять суверенитет, независимость и территориальную целостность Республики Молдова? Начинали отсюда, теперь с этого конца. Господин Дущак, как будет суверенитет и независимость защищать ваш кандидат, если у вас в программе прописано объединение с Румынией? У нас в программе написано объединение с Румынией. Верховный суд Республики Молдова уже сказал свое слово и в одном из решений объявил публично, что объединение Республики Молдова и Румыния не является нелегальным лозунгом в Республике Молдова. Есть на протяжении последних нескольких десятилетий несколько примеров даже в Европе, когда государства объединялись. Самый ясный пример – это пример двух Германий, которые были разъединены как результат Второй мировой войны. И когда коммунизм пал в Германии в конце 80-х годов в Восточной Германии, объединение двух государств произошло, стало реальностью. Мы предлагаем это означать, что объединение двух государств в Европе сегодня возможно даже не противоречия карте Хельсинки, которая была 1975 года. Мы предлагаем то, что это объединение будет результатом демократических процессов. Никогда меньшинство не будет диктовать большинству. За последние несколько лет все социологические опросы доказывают, что число унионистов в Республике Молдова является на протяжении лет все выше и выше. Господин Дущак, если я правильно вас понимаю, госпожа Гуцу не собирается защищать национальную независимость? Понимаете, государство – это, во-первых, ее граждане. Когда граждане Республики Молдова смогут быть независимыми и суверенными, это может произойти только, когда граждане Республики Молдова не будут зависеть от России, от российской агрессии, от российских цен на газ, от Приднестровья, там, где Россия диктует свои правила. А эту независимость и суверенность может гарантировать только свободное европейское общество, которое является членом НАТО, членом Европейского Союза. Это является обществом объединенной Румынии, в которой наши граждане станут полноценными гражданами и Европейского Союза, и будут защищены, будут в полной безопасности с экономической точки зрения, с социальной точки зрения, с точки зрения мировой безопасности, как гражданы нового государства Румынии. Даже раньше у вас есть еще 20 секунд? Вам нечего добавить? Есть, конечно, я могу, за 20 секунд, конечно, сложно добавить кое-что, но мы считаем, что не существует никакого противоречия между полномочиями президента Республики Молдова и объединениями с Румынией, и госпожа Ана Гусу использует эти полномочия. Теперь спасибо, да. Я благодарю вас. Господин Лутенко, суверенитет и независимость. Как собирается господин Лянко сегодня защищать эти понятия в нашем неспокойном мире? Точно так же, как он это делал до сих пор, когда был премьер-министром, когда, например, была прямая угроза суверенитету Республики Молдова, имея в виду те события, которые происходили в Одессе, например, за 60 километров от нашей границы, тогда я знаю, что все были готовы, чтобы предпринять серьезнейшие шаги для того, чтобы защитить Молдову, и то, что, наверное, сейчас сделало бы программу и правой партии, и либеральной партии ненужной, но тогда была другая ситуация. Я думаю, что, когда мы говорим о том, что сделал бы президент для того, чтобы защитить суверенитет и независимость Молдовы, мы должны понять сначала, откуда исходит угроза. А для господина Лянко откуда угроза исходит? Кто угрожает? К сожалению, мы не говорим, что мы рады этому, но, к сожалению, угроза исходит с востока сейчас. И если мы посмотрим на Запад, то мы не найдем ни одного конфликта, ни одной войны. Когда мы посмотрим на восток, то сразу же упираемся в Пренестровье, потом дальше Донбасс, потом дальше Чечня, еще что-то. Нагорный Карабах, Абхазия и так далее и тому подобное. Я думаю, что угроза исходит из некоторых фраз, которые произносятся, и некоторых направлений, которые исходят от определенных наших политиков, как, например, от Игоря Додона. Мне кажется, что угрозой, когда говорят о федерализации Республики Молдова, мне кажется, это прямая угроза суверенитету и независимости Республики Молдова. Мне кажется, угрозой, когда говорят о том, что Крым, знаете ли, всегда была российской землей. Мне кажется, что это прямая угроза для дестабилизации обстановки в Республике Молдова, но в особенности в том, что касается Приднестровского конфликта. Мне кажется, что в этом состоит главная угроза. Мы никогда не воспринимали Народной Европейской партии, господин Лянк не воспринимал Россию как, скажем так, как он душман, как противника. Я отлично помню, потому что был с господином Лянк, например, на последних Олимпийских играх, которые были в Сочи. Я помню, что он ездил на эти игры специально для того, чтобы говорить с Медведевым. Для него это было целью. Он добился тогда того, что российские власти пересмотрят эмбарго, который был на Молдавские вина. То, что это не дало результатов, это второй вопрос. Но я знаю, что господин Лянк всегда старался наладить честные и достойные отношения с нашими восточными партнерами. Но то, что на данный момент угроза исходит именно с этого, если хотите, авианосца Адмирала Кузнецова, то это факт. И для того, чтобы обеспечить независимость и суверенитет Республики Молдова, нам нужны сильные партнеры. И этот сильный партнер Европейских союз. Благодарю вас, господин Бутрынч. Знаете, последние 7 лет политики, правые политики правящие, политики Республики Молдова, все и господины... Я прошу прощения, можно время установить, господину Бутрынча? Спасибо. Все правящие политики, то есть последние 7 лет это было и господин Лянк, и госпожа Гуцов, в той или иной форме всегда оправдывали собственное бессилие, внешние угрозы. Всегда мы были свидетелями такой вот махровой русофобии, всегда маленькое государство Республики Молдова искали мощного внешнего врага. Если мы посмотрим заявления политиков в абсолютно безответственные, то есть постоянно какие-то попытки спровоцировать Россию на какую-то реакцию, в то время как Российская Федерация на уровне МИДа, на уровне политиков никогда не атаковывала Республику Молдова. Вы задали очень простой вопрос, Людмила, что должен сделать президент для защиты территориальной целостности и суверенитета Республики Молдова. Казалось бы, очень простой президент, Верховный Главнокомандующий. Президент руководит Высшим Советом Безопасности, назначает директора службы информации безопасности. Президент это высшее дипломатическое лицо, которое на уровне дипломатических контактов предвидит и профилактирует определенные проблемы. Это человек, который непосредственно защищает. Но здесь мы прослушали позицию о том, что оказывается функция президента в ликвидации государства, что уж точно антиконституционно. Я хочу сказать, что для нас социалистов, для Игоря Додона как президента, потому что мы все видим, что он станет президентом, и скорее всего, уже в это воскресенье, он будет руководствоваться Конституцией, это первое. Второе, он будет руководствоваться примером хорошего государства, которое претендует быть демократическим, именно примером Румынии. И именно в Румынии в этом году румынский сенат принял закон, который пентрольш кари актюнь кари профаня за стату румынс приведет в санкционе пеналы. А именно за любые действия и декларации, которые наносят ущерб территориальной целостности и консорному режиму Румынии, сегодня румынский парламент, сенат предусмотрел уголовное наказание. Мы сделаем абсолютно то же самое. Додон поставит один раз точку в вопросах об унионизме. Мы сделаем то же самое, что сделал румынское министерство юстиции, а именно они запретили регистрацию всех организаций, которые призывают и выступают против территориальной целостности Румынии. И мы запретим также на уровне закона, запретим деятельность любых унионизмских организаций, тех, которые призывают присоединяться к Румынии, тех, которые, может быть, призывают присоединяться к каким-то другим странам. Мы должны поставить точку. Республика Молдова субъект международного права. У нее есть свои правовые инструменты для защиты своего консорного режима. Так и должен поступать настоящий президент. Президент должен быть гарантом в том числе и территориальной целостности Республики Молдова. У Республики Молдова должны быть партнеры во всем мире. У нее должны быть хорошие, добрые, стратегические взаимоотношения с Российской Федерацией. Там наши экономические интересы. А все те политики, которые сегодня говорят об европейской интеграции, придут, помогут деньгами. Никогда просто так никто денег не даст. Либо говорят об объединении с Румынией. По сути, эти политики 25 лет банкротили это государство, обворовывали его. А сейчас просто объясняют гражданам, что надо с кем-то обвиниться, потому что мы сами не в состоянии руководить. Молдова не в состоянии руководить и президент Дадон сделает все для того, чтобы у Молдовы была перспектива и было будущее. Я благодарю вас. Ровно три минуты. И мы переходим к третьему раунду. Точно так же у вас будет по три минуты на ответ. 87-я статья. О полномочиях мы будем говорить в области обороны. Вы частично начали уже отвечать на этот вопрос. Президент Республики Молдова является верховным главнокомандующим. Да, все в курсе. Какую роль отводит ваш кандидат национальной армии и как эта его роль соотносится с принципом нейтралитета, который точно так же прописан в Конституции? Господин Лутенко, вы начинаете. Три минуты. Господин Лутенко думает, что Молдове нужна армия, но нужна армия, которая соответствовала бы нашим размерам. Маленькая армия, но профессиональная армия, очень хорошо обеспеченная с технической точки зрения. Республика Молдова на данный момент должна обеспечить для себя безопасность, мгновенную безопасность посредством этой армии. Но в то же самое время мы должны вести очень серьезную работу на дипломатическом уровне, чтобы обеспечить безопасность. Это наш единственный шанс на данный момент. Господин Лутенко не думает, что на данный момент Молдова и ее граждане готовы присоединиться к НАТОвскому блоку. Но это опять же решает граждане Республики Молдова. Это произойдет тогда, когда граждане Республики Молдова придут к этому знаменателю. В то же самое время на данный момент нельзя и неправильно диаболизировать или НАТО, или любой другой актера на геополитическом плане. Я хочу повторить, что, например, все те пестициды, которые были в Республике Молдова, которые сейчас, наверное, самая большая угроза и с экологической точки зрения, были нейтрализированы, включая благодаря той помощи, которая исходит от наших партнеров в НАТО. Но, возвращаясь к проблемам безопасности, я думаю, что помимо классической проблемы безопасности, о которой я говорил, нам нужно еще уделить главнейшее внимание еще двум проблемам безопасности. Одна – это демографическая безопасность для Республики Молдова. Мы находимся на грани большой катастрофы, которая связана с социальной системой, которая есть в Республике Молдова, то пенсионные вопросы, о которых говорил господин Батрынча, и для которых у социалистов просто нет ни единой идеи, что делать с первым, вторым или третьим пилон пенсионной системы или какая-то альтернатива. Просто если называть красивые слова, это еще не значит, что у вас есть конкретные идеи или решения по теме. Я просила бы вас ответить в отношении нейтралитета, а не пенсионной системы. Господин Лянко, как президент, он будет сохранять нейтралитет? Да. Господин Лянко будет сохранять нейтралитет. И если будет проблема или будет предложение в том, что касается изменения принципа нейтралитета Республики Молдова, то это должны решать только граждане Республики Молдова и должны решать посредством открытой демократической процедуры, как то референдум. В том, что касается другой проблемы безопасности, мне кажется, что, господин Лянко об этом говорил, экономическая безопасность является приоритетной задачей для Республики Молдова и будет являться приоритетной задачей для президента Лянко. Я благодарю вас. Господин Батрынча, пожалуйста, роль армии, это видение должно быть господина Додона, и как эта роль соотносится с принципом нейтралитета? Принцип нейтралитета сегодня, это, безусловно, единственная мера, конституционная мера, которую мы должны консолидировать этому вниманию, а именно военному нейтралитету Республики Молдова, много внимания уделит президент Додон. Эта функция сегодня, безусловно, почему она появилась в Конституции, потому что и на взгляд тех, кто учреждал независимую Республику Молдовы, и на взгляд Игоря Додона, у Республики Молдова нет военных амбиций, мы не собираемся объявлять войну Зимбабве, либо какой-то там Корее, Северной, либо Южной, не собираемся покорять Японию, у Молдовы нет военных амбиций, и Республика Молдова не должна входить в военные блоки. Участие в военном блоке НАТО, в который нас ведут последние 7 лет, почему ведут очень четко, потому что парламент и в этом году принял закон о решении об открытии центра НАТО в муниципии Кишинел. Это говорит о том, что фактически нас интегрируют сегодня в НАТО с нарушением, с грубым нарушением Конституции Республики Молдова. И это влечет за собой большую опасность, потому что НАТО это военный блок, который сегодня не такой миролюбивый, как говорит господин Лутенко, господин Лянко, они там с пестицидами борются. НАТО сегодня бомбит многие государства, мирные государства. Но НАТО сегодня занимается военным смещением неугодных НАТО, Америки, правительств. И нам, безусловно, здесь не по пути. Мы не хотим ни с кем воевать. Членство в НАТО будет предусматривать наше участие во всех военных компаниях НАТО. Поэтому Республика Молдова должна иметь, безусловно, эффективную национальную армию, которая может участвовать в каких-то миротворческих акциях, компаниях ООН, Организация Объединенных Наций, но ни в коем случае не должна входить в военные блоки. У нас большие проблемы с армией, потому что армию последние годы системно разворовывали. То наследие так называемых оккупантов, каких называют некоторые политики, это наследие оккупантов сегодня последний год. Шалару и другие ракетные установки пилят и вывозят тайно ночью ценные металлы. Национальную армию сегодня абсолютно точно обворовывают, и национальную армию сегодня опустили ниже плинтуса. Все те вертолеты, которые остались от так называемых оккупантов, все эти вертолеты проданы, и деньги опять же распилены и выведены. Причем проданы и вертолеты, и самолеты, и военной техникой, и ракетные установки. Причем это абсолютно уверенно можно сказать, потому что мы проводили экспертизу по цене, которая значительно ниже международного рынка. Соответственно, национальную армию обворовывали так же, как обворовывали национальный банк, как обворовывали бюджет, так же, как обворовывали пенсионеров и так далее. Мы должны будем разобраться в первую очередь, национальной армии придется разбираться будущему прокурору и выяснить, кто обворовывал национальную армию, кто продавал за бесценок военную технику, и каким образом прокуратура будет возвращать эти деньги обратно. Потому что деньги вернуть нужно обратно. Обязательно нужно возместить ущерб для того, чтобы появились деньги, для того, чтобы молдавская армия была современной, была гибкой, была профессиональной, участвовала в миротворческих мероприятиях и компаниях. Спасибо. Господин Дущак, точно так же к вам такой же вопрос. Пожалуйста, роль армии и отношение Анны Гудсу к нейтралитету. Я начну отвечать на этот вопрос с помощью афоризма, небезызвестного афоризма, который гласит, что большие государства ведут большую политику на международном уровне, а маленькие государства, таким которым является еще Республика Молдова, ведут умную политику. У меня только поправочка, должны вести. Должны вести, да. Это все-таки тонкий нюанс. Я считаю, и госпожа Анна Гудсу также считает, что нейтралитет, так называемый нейтралитет Республики Молдова, это большой миф, потому что за последние 25 лет мы не можем гарантировать никакого нейтралитета, так как на территории нашей страны является чужая армия, армия другого государства, Российской Федерации. На протяжении последних 25 лет все разговоры о так называемом нашем нейтралитете не является ничто другим, как способом поддержать Республику Молдова в сфере влияния Российской Федерации. Мы являемся в таком геополитическом регионе, в котором любые разговоры о нейтралитете означают либо нежелание понимать действительность, либо нежелание решать проблемы граждан. Зачем государства имеют армии вообще в мире, чтобы обеспечить безопасность граждан? На сегодняшний день, на данный момент, самым верным способом обеспечить безопасность граждан Республики Молдова является объединение с Румынией, потому что Румыния является членом НАТО. НАТО является самым сильным военным альянсом на нашей планете. Это началось ни с сегодняшнего дня, ни с вчерашнего. Это уже длится на протяжении более 60 лет. В уставе НАТО является статья номер 5, которая гарантирует, что в случае военной агрессии, которая направлена на одно государство НАТО, все другие страны-члены НАТО обязаны оказать срочную военную помощь этому государству. Именно статья номер 5 будет гарантировать гражданам Республики Молдова, а значит будущим гражданам Румынии, будущим гражданам страны, которая является членом НАТО, будет гарантировать их полная безопасность. Господин Дущак, а если с агрессией выступит страна НАТО, что будет делать госпожа Молдова? Вы понимаете, страна НАТО никогда не может выступить с агрессией против своего союзника, потому что НАТО не является Российской Федерацией, потому что НАТО не имеет такие же правила действия, которыми пользуются сегодня господин Путин и Российская Федерация. То есть НАТО не может атаковать своего союзника, например, в лице Украины, и потом претендовать, что Украина является агрессором. Три минуты, я благодарю вас, и мы переходим к следующему раунду. Раунд четвертый. Называется он «Вопросы друг другу». Я сейчас предоставлю вам возможность задать друг другу вопрос, действовать мы будем по цепочке. Господин Батренча задает вопрос вам, вы задаете вопрос господину Дущаку, и далее господин Дущак задаст свой вопрос господину Батренчу. Господин Батренча, пожалуйста, ваш вопрос господину Лутенко, представляющего Юрия Лянко. А как вы просите, а какой регламент? И вот время предусмотрено, эти три минуты, это вопросы и ответы? Время, пока вы задаете вопросы, не засчитывается, засчитывается время ответа, поэтому я просила бы вас вопросы формулировать очень четко. Хорошо? Ну, если честно, сложно уже задавать какие-то вопросы господину Юрию Лянко. Ну, попробуем, что сказать. Вот господин Лутенко, который является доверенным лицом, господин Лянко говорит, что вот существует во время правления правительства Лянко, есть какие-то экономические результаты. Я вот хотел бы уточнить у господина Лутенко буквально несколько цифр, максимально конкретных. Вот вы говорите, господин Дадон не знает пенсии или экономика. В 2009 году Дадон и Гречана оставили на счетах Национального банка полтора-три миллиарда долларов. Три миллиарда долларов – это тот валютный резерв, который был у страны в 2009 году. Сегодня полтора миллиарда долларов, то есть полтора миллиарда долларов куда-то делось. Господин Дадон, который, вы говорите, что там чему-то не соответствует, оставил профицитный аэропорт, то есть аэропорт приносил десятки миллионов леи прибыли. Давайте уже ставим. И последнее в том же вопросе. Так, чтобы беседа была насыщенной с цифрами, господин Дадон оставил крупнейший государственный банк, банк идеи экономии, который приносил ежегодно сотни миллионов леи прибыли. То есть это был прибыльный банк. При господине Лянко исчез и аэропорт, при его боссе в Элате исчезли и Национальный банк, и из Национального банка исчезло полтора миллиарда долларов. Где деньги и где экономические показатели? Я благодарю вас. Мы поняли, где деньги и где экономические показатели? Все приемлющие вопросы, я попытаюсь ответить. Когда вы говорите о том, что господин Дадон оставил, то давайте уже... Правительство гречало и Дадону, да. Мы вроде бы как... Я дополню. Давайте договоримся, чтобы смотреть на всю картину. И смотреть не только на Национального банка, например, и на бюджет. В 2009 году, когда вы ушли, коммунисты тогда ушли, вы оставили миллиардную дыру в бюджете. Не было такого. Когда вы ушли в 2009 году... 3 миллиарда долларов на Национальный банк. Извините, пожалуйста, давайте не прибывать. Вопрос 3 миллиарда долларов на Национальный банк. Вы потом уже сможете дополнить сами, как хотите. Когда вы уходили, вы не говорили о том, что нужно обязательно сделать все возможное для того, чтобы не закрывать школы. Нет, вы собирались закрывать тогда школы. Вы собирались тогда увольнять 20% тех госслужащих. У вас есть какая-то бумага? Ну, конечно. У госпожи Гречана все это было... А вы закрыли. Мы собирались, вы закрыли 200 школ. Мы ничего не закрывали. 200 школ закрыли. Это первое. Второе. В том, что касается кражи миллиарда и кражи миллиарда из Национального банка. Мы абсолютно с вами согласны. Это большущая проблема для Республики Молдова. И то, что сделал сразу же господин Лянко, это вызвал крол. И именно из-за этого он не смог начать правительство Лянко-2. И он не смог стать премьер-министром. Именно из-за того, что он вызвал крол те, кто дали первейшую информацию о том, куда делись эти деньги. В том, что касается банка деэкономии, давайте просто не будем лицемеровать. Обворовывать банку деэкономии начали еще во времена коммунистов. Прибыльный банк 200 миллионов в год. Потому что обворовывали банку деэкономии, используя эти кредиты и офшорные кредиты, которые до сих пор эти офшоры работают. Крол показал, что это в 2013 году произошло. Нет. И в 2014. Это крол показал. Самая большая концентрация. Но даже крол показал, что все начиналось намного раньше. И все те офшоры, которые еще продолжают работать на господина Додона и спонсируют его перелеты, его офисы и так далее и тому подобное. Это часть вот этой большой системы. Я не хочу сказать, что Додон обязательно все это смастерил и он является единственным виновным. Нет. Виновны, скорее всего, все политические деятели, которые делали прессинг на банка деэкономии и на администрацию банка деэкономии. Кроме господина Лянк. Нет. Господин Лянк и не делал такого прессинга никогда. Чтобы выдавать вот эти токсичные кредиты. А секретные распоряжения национальному банку? Что? Чтобы выдавать что-то? Чтобы перекрыть украденные деньги из группы банка сначала банка деэкономии. Единственное, что было принято при господине Лянк, это было решение, как компенсировать 500 тысячам молдавским депонентам банка деэкономии их вклады. Потому что крали кредиты. Эти деньги, это те деньги, которые депонировали наши граждане. И то, что господин Лянк сделал, сделал бы любой другой нормальный премьер-министр, который был на его месте. А в том, что касается экономического развития, я просто напомню, что в 2014 году, в 2013 год, экономическое развитие было на уровне 11-12%. Самое большое по всему европейскому континенту. Я благодарю вас. Пожалуйста, вы сейчас должны задать вопрос господину будущему. Пожалуйста. Мне хотелось спросить, по самым оптимистическим меркам у унионистов в Молдове, наверное, процентов 20. С большим уважением отношусь к людям разных видений, как в нормальном европейском обществе. Но я хочу спросить, предположим, госпожа Гуцу станет президентом. Как она будет президентом 20% людей, что она сделает с 80%? Спасибо. Господин Лутенко, вы ведь тоже унионист. Я это знаю. Как интересно. Сейчас выяснится, что вы из одной партии. Я буду волноваться. Не из одной партии. Унионисты в Республике Молдова, они являются во многих партиях. Я знаю даже в беседах с господином Лянко, что господин Лянко тоже ничего против объединения не имеет. И даже способствовал нескольким конкретным шагам к объединению. Понимаете, ну давайте скажем так. Объединение Республики Молдова с Румынией, если бы сегодня был референдум, прошел бы референдум, за проголосовали как минимум бы 34-35%. Это показывает самые последние социологические опросы. Опросы показали 34-35%. Посмотрите, пожалуйста, на опрос, который проводил Айрай. Так Айрай показал 15%. Нет, Айрай не 15%. Несколько других институтов. Ну хорошо, АйПП вы не доверяете. Дальше, да. Несколько других институтов. Есть еще как минимум 18-20% граждан, которые ответили на этот вопрос, что они не имеют ничего против объединения. То есть они бы не являются как бы высказанными, выраженными унионистами. Они бы не записались ни в одну партию, которая ясно продвигает идею объединения Республики Молдова с Румынией, но они не имеют ничего против объединения. Вот если мы проведем самую простейшую арифметику, то мы узнаем, что 35 плюс 20 это уже больше половины. То есть больше половины граждан Республики Молдова не имеют ничего против объединения. И давайте подумаем еще о том, что объединение Республики Молдовы с Румынией будет проходить поэтапно. То есть на протяжении нескольких лет мы сначала приготовим общественное мнение для того, чтобы это объединение произошло как результат демократических процессов. Что является собой демократический процесс? Демократический процесс это процесс, в котором результат зависит от мнения и от опции большинства граждан страны. То есть никакого форсажа, никакого чрезвычайного положения и так далее, никакой оккупации силами американцами или силами НАТО или Румынии не произойдет. Объединение является нормальным процессом, натуральным процессом, который произойдет в один момент. И наша цель, цель госпожа Ана Гуссу, делать так, чтобы этот момент настал как можно быстрее для благополучия всех граждан Молдовы и Румынии. Благодарю вас. Три минуты. У вас есть возможность задать вопрос господину Батрынчу? Господин Батрынч, вы в выступлении сегодня уже дали пример румынского законодательства, которое внедрите в Республику Молдову. Хорошего законодательства. Да, хорошего. Отдайте еще несколько примеров румынского хорошего законодательства, которое вы внедрите в Молдове. Спасибо за хороший вопрос. Но в первую очередь, что хорошо в Румынии, у них очень хорошо работает консольный суд, нехорошо работает Министерство юстиции, все органы власти, которые четко выстраивают прогосударственную позицию. Они не допускают никаких проявлений отклонения от этой целостности консольного режима. И они всячески преследуют на уровне закона, на уровне прокуратуры, всячески преследуют какие-то попытки выступать в пользу того, что есть там Великая Унгария, есть Мадяр, есть... Например, по антикоррупции ДНР вы введете тут в Молдове? Я подойду сейчас к этому. Они вот, они благодаря действиям прокуратуры и действиям органов запретили деятельность коммунитати Молдовей Лордин Румыния. И фактически лидер этой коммунитати, этого сообщества Молдаван Румынии, он при непонятных до сих пор условиях был убит. То есть они защищают свою государственность, я считаю, что это хорошо для Молдовы. Вот. У них хорошо двигается борьба с коррупцией. И это очень правильная вещь, и бороться с коррупцией безусловно надо. Потому что у нас последние 7 лет под флагом унионизма, под флагом евроинтеграции происходили самые крупные хищения века. И Республику Молдову узнали во всем мире благодаря краже миллиарда. И начали писать и в Нью-Йорк Таймсе, и в других крупнейших мировых изданиях. Другими словами, где не отречить спрутал, да? Другими словами, мы абсолютно уверены, что у нас в Республике Молдова есть компетентные люди, которые смогут бороться с коррупцией, но для этого должна быть политическая воля. Потому что вот тот рапорт Кролла, о котором говорил господин Лутенко, он показал, что в 2013-2014 году практически за один год вывели из Молдавской банковской системы более миллиарда долларов. И при этом ни один серьезный чиновник из парламента, из правительства и так далее не был пассажем. Но произошло через некоторое время, расправались лишь с одним участником, с Филатом. Фактически у нас должна быть структура такая, как ДНИА в Румынии, либо такая, как антикоррупционный центр Франции, либо такая, как антикоррупционный центр Великобритании и так далее. То есть те структуры, которые борются с воровством в среде высших чиновников. Потому что у нас сегодня в Республике Молдова, это европейская так называемая власть, вот вы видели, 28 полицейских. А простых рядовых полицейских чином до капитана, но при этом почему-то забывают про трафик наркотиков, про трафик анаболизантов и других очень опасных явлений. Я думаю, что мы обязательно найдем в Республике Молдова компетентных специалистов, национальный конкурс на прокурора, национальный конкурс на ЧНА. Мы найдем в Республике Молдова граждан, которые будут компетентными руководителями этой структуры, и мы поборем коррупцию. Для этого нужна лишь политическая воля. И для этого Игорь Николаевич Додон говорит о том, что нам надо отказаться от партийного принципа при назначении этих всех руководителей. Потому что последние 7 лет делили правительство по красным, зеленым, синим и так далее. Но фактически не назначали профессионалов. Додон выступает за правительство технократов, так как это было до 2009 года, когда были и экономические результаты, когда и аэропорт был, и банк одеэкономии был. Спасибо за ваш унионизм, господин Батриевич, спасибо. Я благодарю вас за ответ. Да, я за унионизм. Я не скажу, что за унионизм. За ваш унионизм, как в Румынии. Я согласен. Я благодарю вас. Мне радостно, что вы друг другу комментируете. Но сейчас я вам предоставлю возможность прокомментировать вашего шефа, госпожу Гуцу, которая участвовала... Госпожа Гуцу, не мой шеф, она председатель партии «Правый». Ну, естественно, да. Мне кажется, что это не оскорбительное слово, но хорошее. Участвуя в одной из моих передач, когда речь зашла об объединении с Румынией, она заявила следующее. Я против референдума. Спрашивает граждан. Мы не станем. Это будет решать элита, которая будет у власти. Скажите, пожалуйста, если госпожа Гуцу станет президентом, она все-таки изменит свое мнение? Она посоветуется с народом? Или волевым принципом, опять же, будет своего добиваться? Спасибо большое, что вы предоставляете мне в третий раз сегодня объяснить одно и то же. Но я и в третий раз объясню. Объединение Республики Молдовы с Румынией будет являться результатом демократических процессов. Демократический процесс включает в себя не только референдум. Референдум есть только один способ из нескольких, чтобы добиться этого результата. К сожалению, сегодня, когда мы являемся под властью информационного пространства Российской Федерации, когда у нас 80% прессы на русском и происходит только из Москвы и Санкт-Петербурга, мы не можем себе позволить поставить этот вопрос на референдум. Если у нас были бы последние 10-15 лет влияния нормальной прессы, свободной прессы, и на румынской... Не только прессы, конечно, и российская пресса виновата, и российские чиновники, которые прилетают сначала в Тирасполе, потом в Кишинев, и потом в Камрад, и делают антиконституционные, нелегальные, антигосударственные декларации, они, конечно, тоже виноваты. Госпожа Ана Гуцу объясняла вам следующее. Будет не референдум, но она никогда не говорила, что народ не будет консультировать. Нет, она это сказала. Она сказала, что это вопрос... Секунду, господин Дущак, вы не были в этом эфире. Я вам предоставлю еще три минуты. Она была, когда у меня в эфире, она сказала, что этот вопрос будет решать элита, но никак не народ. Вот я это и хочу сказать. Понимаете? Элиту определяет народ, потому что, когда госпожа Ана Гуцу говорила про элиту, это означает парламент. И парламент является законодательным органом, высшим законодательным органом Республики Молдова. Парламент избирается народом Республики Молдова, является представителем, элитным представителем общества Республики Молдова. Были случаи в истории, в европейской истории, в глобальной истории, были случаи, когда объединения государств происходили не только способом референдума, но и через решения, которые были приняты элитами. Так произошло и в 1918 году, когда элита нашего общества, представленная в СФАТУЦЕРИ, в этом высшем законодательном органе Бессарабии, решила тогда демократическим образом, и это было тогда почти 100 лет назад, все международное сообщество признало это действие СФАТУЦЕРИ, так же возможно сделать и сейчас. То есть избрать демократическим образом, демократическим способом парламент, в этом парламенте, в котором будет про-унионистское большинство. Я хочу вам сказать более того, что на сегодняшний момент около половины депутатов парламента Республики Молдова, но чуть меньше, около половины являются унионистами. Они есть в нескольких, в разных партиях, в том числе господин Лянко. Вы переживали, что вам времени не хватит? Все, все нормально. Уложились, видите как хорошо. Вы нервничали. Теперь мой вопрос к вам будет, господин Латенко. Вот смотрите, Европейская народная партия призвала Юлия Лянко отозвать свою кандидатуру в пользу Майя Санду. Он категорически отказался. И более того, он упрекнул европейцев в том, что они не на тех ставили. Через некоторое время мы увидели фотографию госпожи Меркель вместе с госпожой Санду. Теперь европейцы ставят на правильных политиков? Это к вам вопрос. Во-первых, призывала не Народная партия, а единственный президент Народной европейской партии. То есть лидер. Мы проверяли, если он представляет интересы, по крайней мере, самых больших представителей Европейской народной партии, как то ЦДЮ Германии, и они не представляют эти интересы. Я хочу заметить лицемерие госпожи Санду, когда появились фото нормальные, легальные фото господина Лянко с госпожой Меркель. Нас обвиняли в том, что эти фото были сделаны где-то в коридорах. А когда уже у них была эта возможность, то они сделали не то, что в кулуарах фотографии с лидерами, но еще госпожа Санду несла Екусон с ее именем, чтобы как-то ее не спутали с другими. Я хочу конкретный, чтобы мы вместе с вами вспомнили элементарный урок дипломатии. Когда кто-то на очень высоком уровне хочет, чтобы другой дипломат или лидер страны сделал что-то, ты не выходишь с официальной позиции на всех каналах и говоришь, сделай это. Ты это делаешь только когда, когда хочешь, чтобы другой человек этого никогда не сделал. Так что этот ход, который был сделан Майя Санду через Пелядеме в данном случае, потому что тот, кто помогает по внешним отношениям Майю Санду сейчас, это бывший советник Пелядеме от Народной Европейской партии. Это большущая ошибка. Если бы они действительно хотели, чтобы Юрий Лянко вышел бы из предвыборной гонки в пользу Майя Санду, то Дол бы просто позвонил Юрию Лянко. Просто поговорил бы. То, как делается это в любой нормальной дипломатии, то, как это прописано в справочниках по дипломатии. Но то, что они сделали, это ясно показывает, что они этого не хотели. И еще один пример. Вчера мы говорили, мы всегда говорим, но в партии, господин Лянко был почти готов сделать этот шаг. Но то, что произошло и что сделал господин Лупу, выйдя из гонки, которая по нам так это дает стопроцентные шансы для Додона выйти из первого тура. И то, как Майя Санду отреагировала на это, сказав, что зачем мне электорат Педя, у меня вообще или мои члены партии, или вообще мне остальные никто не нужны. Или в меня верят мои члены секты, или мне остальные вообще не нужны. Нам это дало понять, что если мы выходим из гонки сейчас, и если хотя бы часть наших членов не пойдут на выборы, то это просто дает стопроцентные шансы Додону, чтобы он выиграл. Поэтому вся эта игра сейчас на руку Додону. И я верю, что Народная партия Европейская поняла это. Я благодарю вас. Теперь мой вопрос вам, господин Батрынча. Самое интересное, что когда стало известно о том, что господин Лупу хочет снять свою кандидатуру, когда он об этом заявил, госпожа Санду заявила, что это сделано в пользу Додона. И вообще в последнее время очень часто мы слышим упреки, что Додон является скрытым кандидатом господина Плохотнюка. Поясняйте. Да, спасибо. Мы тоже ежедневно сталкиваемся с этой технологией. То есть есть политик с наибольшим доверием, Игорь Додона, есть политик с самым высоким антирейтингом Плохотнюка. И мы видим, как все те люди, которые эксперты, политологи, которые работают Плохотнюка, либо работали на протяжении последних лет, сегодня громко-громко кричат о том, что он человек Плохотнюка. Это, безусловно, технология, которая запущена непосредственно из офиса Плохотнюка. Наша парламентская фракция единственная, единственная парламентская фракция, которая не вступала ни в какие политические соглашения, ситуативные, либо постоянные коалиции с Плохотнюком. И мы, безусловно, выступаем за распуск этого парламента, который сегодня не представляет уже голосование избирателя в 2014 году в ноябре. Избиратель голосовал за конкретные партии, сегодня там 30 независимых депутатов, которые входят в большинство Плохотнюка, за которые никто абсолютно не голосовал. Соответственно, мы выступали и выступаем против парламента Плохотнюка, и мы будем выступать против Плохотнюка. И это наш принципиальный приоритет. То, что сделал вчера Плохотнюк, выйдет с лупу. Это, безусловно, геополитическая вещь, это понимают любые люди, которые способны к элементарному анализу. Потому что демократы работали на кандидатуру лупу довольно интенсивно, инвестировано неофициально более миллиона евро в компанию, которые в ЦИКе подали рапорт. Неофициально эта сумма в три раза больше, они работали на его победу. Демократы в парламенте на последнем заседании были абсолютно уверены в том, что лупу выйдет во второй туре, во втором туре, они сумеют каким-то образом что-то там подкрутить. И поэтому я абсолютно уверен, что это была мера, на которую Плохотнюка просто вытащил Государственный департамент США, там, где он встречался с Викторией Нуланд. С Викторией Нуланд после Плохотнюка встречалась госпожа Майя Санду. И тут я абсолютно согласен с господином Лутенко, так как Майя Санду выдавила из выборов Настаси, так как она всеми абсолютно интриганскими мерами пытается выдавить господина Лянко и других представителей про-западного, про-европейского фланга. И поэтому мы прекрасно столкнулись с манерой американцев, с манерой Майя Санду, на которую сегодня Госдеп поставил. Это не европейцы поставили на нее ставку, это карманные американские европейцы высказываются в поддержку Майя Санду по просьбе Вашингтона. Соответственно, мы абсолютно уверены, что демократов Плохотнюка заставили. Чем именно его заставили это сделать? А именно, не подписанием соглашения с МВФ потенциальным, потому что очень четко в коммуникате МВФ сказано, что они приостановили финансирование Республики Молдового, подсписание аккорда до проведения президентских выборов в Молдове. Плохотнюка есть чем шантажировать именно. Так 17-го будет заседание МВФ по Молдове? Посмотрите, коммуникат. Седьмого. Так, а седьмое ноября это после президентских выборов. Вот я вам и говорю, что... По последней информации седьмого. Но это мое время идет. Что в коммуникате МВФ скажено о том, что переговоры продлятся после президентских выборов. Поэтому, безусловно, это была вынужденная мера демократов. Плохотнюка заставили сняться лупу в пользу Санды. Другой вопрос, что с Сандой таким... Там пару секунд мои пошло. Я прошу прощения, но все-таки правила едины для всех. Мы подходим к завершающей части наших дебатов. И я хочу предоставить вам по одной минуте, для того, чтобы вы от имени своего кандидата обратились к его избирателям. Господин Лутенко, вы начинаете. Я хочу, чтобы все поняли, что господин Лянко никогда не был против России. Господин Лянко никогда не был против россиян, против русского языка. Мне кажется, господин Лянко лучше всего говорить и на русском, и на болгарском, и на английском. На многих других языках национальных меньшинств в Молдове. И всегда, когда господин Лянко был и министром иностранных дел, и премьер-министром, у нас были самые лучшие отношения с национальными меньшинствами. Господин Лянко не обычный унионист, он правильный унионист. Он единственный, кто сделал... Так все-таки унионист. Конечно, который в работе с Румынией сделал детсады, газодукт, привел смурт в Молдову. Вот это правильный унионизм, когда ты хорошо взаимодействуешь с страной, а не просто говоришь об этом и говоришь о унионизме. И господин Лянко настоящий государственник. И даже Датон призывал в последнее время и к сохранению соглашения об ассоциации, и без вызова о режиме. И главный наш шанс государственности это интеграция в Европейский Союз. Благодарю вас, спасибо. Теперь у меня унионист номер два. Пожалуйста, вам ровно одна минута. Нет, вы все-таки... Вы претендуете на лидерство. Номер один, да, спасибо. Хорошо, я согласна. Я лично вам непременно этот статус за вами сохраняется. Вы верны, он настоящий. Господин Батронич, а время, я прошу прощения. Пожалуйста, вам одна минута. Спасибо. Уважаемые избиратели, за последние несколько десятков минут, я думаю, вы очень четко поняли, что в этих выборах происходят какие-нибудь там психодрамы. Я не знаю, кто-то ни с кем-то не созвонился, не договорился, не узнал, не поздоровался. Ну, это же... Мы ведь все понимаем, что это несерьезно. Единственный кандидат, который предлагает очень четкую программу в этих выборах, является госпожа Анна Гуц. Наша программа, она состоит из предложения объединения с Румынией, но не только простое предложение, но предложение о конкретных шагах, с помощью которых можно достичь этого объединения. Даже господин Лянко, унионист, его представитель сегодня это подтвердил. Гарантирую, что большинство из вас, большинство из нас являются унионистами. Голосуйте, Анна Гуцу, номер 9. Я благодарю вас и хочу вам сказать, что на этом наши дебаты окончены. А, да, Влад. Третий унионист. Я, по-моему, да. Я за Великую Молдову. Да, я благодарю вас за ответ. Давайте предоставим слово господу Годренче. Одна минута. Последние 7 лет под флагом европейской интеграции весь этот политический календоскоп, весь этот политический фарш и в парламенте, и вне парламента разворовывал страну. Президент Додон, это президент, который вместе с людьми протестовал эти годы. Вместе с людьми путем протестов мы вернули людям право избирать президента. Президент должен навести порядок вестиции. Воры должны сесть в тюрьму. Деньги надо возвращать. При условии того, что мы восстановим отношения с Россией, разовьем экономику, привлечем инвестиции, создадим рабочие места. Нам не нужны кредиты, нам не нужен МВФ. До 2007 года в Молдове не было МВФ, правительство Гречана и Додона показало, что у государства был аэропорт, у государства были банки и так далее. Наведем порядок, вернем людям то, что у них украли. Дадим людям надежду, что государство Республика Молдова может быть развитым государством. Для этого нужно убрать из власти воров, которые настоящие унионисты и вывезли сегодня из Республики Молдова на запад и в Румынию. Огромные активы, у них там бизнес, у них там учатся дети. Всех достанем, все вернем, Додон наведет порядок в стране. Это будет президент народа, это будет народный президент. Благодарю вас. Вот теперь точно с чистой совестью могу сказать, что спасибо за то, что вы пришли. О том, насколько вы были убедительны, непременно вам скажут 30 октября избирателя, да, вот это будет означать результат тех кандидатов, которых вы сегодня представляли. Я желаю удачи вашим кандидатам, равно как и всем остальным, так как прописано в законе. Спасибо вам большое. Вы смотрели дебаты, организованные АКЧЕН-ТВ. Идите на выборы. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин